Там уже некоторые товарищи в виде шуток готовят отмазки для народа России, когда Путин уйдет в шутку. Мы не знали, а что вы могли сделать? Да-да-да, мы там ничего повлиять ни на что не могли. Прям уже целый список готов. Поддержим, поддержим. Кофеечек будем пить, будем пить. И вечером выйдем. Мы посмотрим, посмотрим. Здрасте. Илест у вас тоже. Что, как делишки у вас? Все нормально, как у вас. Очень хорошо, замечательно все. Весна уже на сердце. Вот, войска подтянули к Донбассу, там детей уже убивают. Ну, да, я слышал эту пропаганду, да. Сейчас начнутся новые... Ну, российские военные, конечно, позволяют себе непозволимо. Ну да, сейчас они начнут говорить про заливание пен, да, про спятых мальчиков, трусиков. Как обычно. Ну, они пытаются сказать, что этот пацан якобы погиб от высушников. Но доказательств у них нету, и это звучит как-то очень странно. Но все пытаются как-то. Это точно. А как у вас там сейчас... А вы как думаете? Я думаю, что это все отголоски того, что Байден позвонил Зеленскому, разговаривали о ней, это отголоски того, что Байден назвал Путина убийцей, согласился с тем, что он убийца. И Путин сейчас пытается показать, что он такой мачевый. Ну, как бы да. Ну, ничего, ничего. Он так, знаете, он как-то согласился, но не просто сказал да. Он такой, да, убийца. То есть он прям непросто, ну да, я ее, да-да-да. Вещи стали называть... Он так и считает. Да, вещи стали называть своими именами. Потому что это вот... Я что хотел спросить, а как вы думаете, вот эта история про погибшего мальчика, это вот что-то системное, то есть они пытаются раскрутить эту историю системно. И это просто спонтанно, они вот, знаете, у страха глаза велики, они пытаются... Нет, нет, нет. Это все отголоски от того, что за последнее время, да, то есть вот вам новые санкции будут, вот вам Путин убийца, вот сейчас Зеленский... Потому что Путин поехал встречаться с Меркель и с Макроном, да, они встречались, и Путин показывал, что мы с Украиной даже не разговариваем. Зачем нам с Украиной говорить, мы будем говорить с сильными игроками. И тут вдруг Зеленский разговаривает с Байденом. Ну вы пока там втроем с Путиным общаетесь, а здесь взрослые люди пообщаются. Так показали Путину. Вот, а Путин он сам по себе, он такой человек мстительный очень, и очень такой мелкомстительный. Он же не знает, какие еще способы придумать. Он же все делает по методическим наработкам, как делали в свое время в истории много раз. И те же при Гитлере, да, когда делали, что нужно для того, чтобы начинать какую-то новую аферу свою, ему нужно с чего-то маленького начинать. Что нужно? Давайте искать мальчика, которого убили, давайте будем делать что-то, чтобы мы могли сказать... Провокация, да. Да, мы будем сейчас своему народу объяснять то, что почему мы так делаем. На самом деле это все сейчас, это уже не 2014 год, и Украина сегодня не в том состоянии, когда был 2014 год. Вот видно, как им сложно прям. То есть они все кричат, ну это точно ВСУ, ВСУ? Ну, а люди спрашивают, а как же, там получается 11 километров? Они же сначала перепутали на северный пункт. Да, они по-разному называли бы, да, да. Разраничения. Да, 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 а потом оказалось, нет, минимум 11, там смотря как посчитать еще там 15, 11, и зачем тебе? Ну, потому что вот. Понятно, я не прям бедняжки вообще, конечно, в этом отношении. Понятно. Ладно, спасибо, услышал вас тогда, но я согласен уже, конечно, уже не те времена, когда там вот замены бетон поняли, когда там пацана распяли, там по всей площади там, а двое держали, а третий прибивал, это вообще чуть-чуть про этого пацана было распятого. Ну, уже, конечно, да, по-другому немножко. Люди научными, кажется, наверное, пропаганду это уже чуть-чуть уже... Она не работает, а во всем мире, да, не, не работает, а во всем мире уже все. Путинская пропаганда вот на английском языке полностью проигрывает. Вот эти все арти уже не все прекрасно понимают, кто такой Путин и что он на себя представляет во всем мире. И поэтому они понимают, что они могут... Их пропаганда может работать только внутри России сегодня. Вот сильно работать. Ну, может быть, еще такие страны, как Беларусь. Они как будто бы, но я могла ошибаться. Вот мне так показалось, они как будто бы, ну, были в спячке, вот как будто бы, ну, и в какой-то момент раз щелкнули, они нашли вот людей, ну, которые вообще ничего не доказали. Ну, вот, правда, как бараны, вот, вот, просто вот, вот, да, есть этот пацан. Ну, как, ну, вот эта женщина, она сумасшедшая, она байку. Перерассказывает. Нет, есть и все. Вот есть этот пацан распятый. И вот таких людей, оно ограниченное количество. И они вам иссякаемый ресурс. А новых такое впечатление, как будто бы за Путинцев, прям отбитых. Я понимаю, это вопрос, ну, типа мне, мне не за кого проголосовать, но я проголосу за Путина. Но прям отбитых, те, которые готовы идти на что-то, но их очень мало. Их меньше становится с каждым... Да, конечно, бедом. С каждым днем. А риторика меняется сегодня. Это даже можно видеть по четверть клетки. Вот ты видишь, прямо как с каждым месяцем риторика у людей меняется. Я недавно вот общался с двумя девушками, которые... Я был под российским IP, они мне рассказывали, как все плохо в России. Мало того, разговор начался с того, что они сказали, как у вас там жизнь, проходит, хотя хотим умереть. Потом, как только узнали, что я из Америки, все, тут же риторика меняется. Они говорят, что Америка плохая, и, в общем, духовные скрепы начинают открываться сразу. Нет, ну, понятно, где загниваетесь. Вот такой менталитет людей. Они все прекрасно знают, что там плохо, что идет все еще к худшему сценарию. Но нужно говорить пока так, потому что вот Путин пока у власти, нужно пока говорить так. Завтра придет не Путин, а Мутин какой-то, и скажет, ребята, теперь вы должны говорить вот так. Вот они будут говорить полную противоположность от того, что они говорят сейчас. Общество, к сожалению, там деградирует. Есть отличная шутка. Там уже некоторые товарищи в виде шуток готовят отмазки для народа России, когда Путин идет шум. Мы не знали, а что вы могли сделать. Это вообще, мы там ничего повлиять ни на что не могли. Прям уже целый список готовили. Так пристали не буду то же самое. И я вот общался, хотел рассказать. Да, 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 уже культ личности развенчали. И все. Все на него, да, это все официально дело, а мы не знали. Что хотел сказать? Что хотел сказать? Сегодня общался с собеседником, и вот зашла речь о том, что вот Байден же сказал, что Путин убийца. Он не просто скнул, типа да, 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 ну типа, а ля-ля-ля, да, убийца. Я считаю, что это утвредительно. И говорю, ну как же так, это же США, они же загнивают, у них сколько проблем. И он, Байден, позволил себе на Путина сказать, а Путин, ведь видя же проблемы США, можно же там сказать, а у вас там много бед. Ну ты там, тут что, они-то постоянно рассказывают. А он это вот, ну кто так называет, кто сам так называет. Ну нечего ты. Не вывез, не мужик. Конечно, не мужик получается. Да. Ладно, был рад тогда вас видеть. Ребята, кто не подписан на канал Моэстро Тол, всем подписаться. Точно, слово тоже подписчиков. Около пяти тысяч. О, всем подписаться. Моэстро Тол, вот у нас и в чат тут пишут. Вот так вот пишите на ютубе, всем подписаться. А это Честман, правильно? Честман, подписывайтесь. Российскими буквами Честман. Честман, ребята, было приятно. Да, подписывайтесь. Подписывайтесь. Это свои. Успехов, успехов. Успехов, всего хорошего. До свидания. Ребята, я еще раз говорю, подписывайтесь на украинских блогеров. Они делают очень хорошую работу. У каждого свой стиль есть, но делают все одно дело. Я ссылку на канал Честман оставлю в описании. Ребята, подписывайтесь. А я вам всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok